девочки я приветствую вас на мастер-классе по созданию кардигана с калькулятором и в этом уроке я вам расскажу какие материалы и инструменты использовала я также мы с вами начнем уже вязать спинку изделия напоминаю что в уроках я показываю этапы вязания изделия все тонкости и сложные моменты а расчет вам сделает калькулятор всего несколько кликов и все вопросы о том сколько петель набирать отпадут сами собой ссылка на калькулятор в описании под этим видео имейте ввиду что калькулятор умеет делать расчет на любой размер и под любую пряжу то есть вы можете связать точно такое же изделие как у меня а можете поиграть с калькулятором создать свои параметры и связать кардиган о котором давно мечтали давайте я вам теперь быстренько расскажу из чего мы будем вязать и чем будем вязать то есть чем буду вязать я повторюсь что вы можете взять такую же пряжу и связать так как у меня также вы можете взять любую пряжу которая вам нравится связать свои образцы сделать расчет петельные пробы занести ее в калькулятор и калькулятор сделает вам расчет на ваше изделие по вашим размеров для вашей пряжи и так пряжа это бобина glow one брала ее в доме пряжи по составу это 9 процентов кит мохер 8 процентов меринос 39 вискоза и 44 процентов что за п и с чем его едят не скажу вам в общем это вот такой вот блестящий красивый шнурок попробую показать поближе вот вот такой вот блестящий шнурочек набитый пушинками мохера и мериносика в полотне это смотрится очень красиво буду добавлять пайетки в тон пайетки у меня вот такие вот матовые с таким аккуратным не активным блеском вот в планке пайетки добавлять не буду то есть резинка у меня будет без пайеток и посмотрите вот этот шнурочек здесь в полотне тоже его видно он поблескивает принципе смотрится так очень оригинально и пряжа очень мягкая не колючая приятная к телу и после того как я свяжу свой кардиган я скажу сколько у меня ушло на него пряжи пайетки я брала на алиэкспресс ссылочку оставлю для вас в описании в общем вот такая вот бобиночка я не помню здесь помню 200 грамм такая тяжеленькая и у меня их две вот тоже потом расскажу сколько у меня всего ушло на это изделие спицы беру для резинки 7 миллиметров для основного полотна 8 миллиметров то есть вот такие вот спицы прим эргономикс мне они очень нравятся ими очень удобно вязать то есть если вы увидите такие рекомендую не пожалейте денег купить обязательно я буду использовать счетчик рядов потому что калькулятор мне просчитал уже все ряды которые надо провязать где остановиться где резинку провязать и лицевую гладь поднять то есть там все уже просчитано для этого мне нужен будет счетчик рядов ну и конечно возможно еще понадобятся маркеры и так набор у меня сделан то есть здесь у меня спица номер восемь вот вторая спица восьмерка я ее откладываю в сторону беру спицу номер семь и начинаю вязать резинку один на один то есть первая кромочная дальше у меня чередоваться будут лицевые и изнаночные но я думаю что справиться с резинкой один на один вы сможете и без меня поэтому я не буду тут провязывать целый ряд количество петель которое я набрала мне просчитал калькулятор и количество рядов точно также я посмотрела в калькуляторе то есть буду отмечать ряды на счетчики рядов первый ряд отметила все вяжем так у меня чего 2 изнаночных получилось заболталась лицевая изнаночная конечно вот с такой пряжей интереснее было бы вязать наверно металлическими спицами но у меня их в наборах не оказалось а нужны большие спицы потому что выглядит пряжа лучше именно на крупных спицах вязание все встретимся после того как резинка у меня будет готова резиночка моя готова я снова возвращаю в работу спицы номер восемь и следующий ряд лицевой ряд буду провязывать уже на восьмой номер в этом ряду я добавляю пайетки то есть пайетки у меня будет только в лицевой глади и и еще я хочу чтобы моя резинка и полотно были на одном уровне то есть в одной плоскости чтобы не было я хочу чтобы у меня не было никаких при посаживании сборок и так далее поэтому я в этом ряду буду убирать сокращать петли калькуляторами конечно же посчитал сколько я петель должна сократить я сейчас их буду убирать ну и начинаю вязать лицевой гладью я буду провязывать каждую третью и четвертую петлю по 2 ну то есть вот три провязала четвертую провязываю вместе так следующую раз два третью провязываю двойной на то есть я чередовать буду через три через четыре раз два три четвертую провязываю то есть у меня такой ритм получился чтобы то количество петель которыми нужно убрать то есть у меня с таким ритмом уберется столько петель сколько мне нужно все я надеюсь вам понятно как это сделать то есть вы можете посмотреть в калькуляторе можете самостоятельно рассчитать все я провязываю этот ряд на к до конца и уже перехожу на вязание лицевой глади то есть в лицевых рядах я буду вязать лицевые петли в изнаночных рядах изнаночные но тут все банально и все просто давайте встретимся тогда когда я довяжу необходимое количество рядов дом до проймы все сейчас я скидываю счетчик на ноль кстати да и первый ряд отмечаю все вижу дальше первый ряд ну и встречаемся тогда когда у нас количество рядов достигнет уровня проймы и так девочки я говорила о том что мы с вами должны обязательно остановиться в том месте где у нас будет начинаться пройма для чего мы это делаем потому что мы дальше будем вязать точно так же поворотными рядами пока у нас не будет никаких убавок так как этот кардиган подразумевает прямую линию проймы и потом если мы сейчас продолжим вязать мы с вами не найдем этот ряд в котором у нас должна начинаться пройма поэтому я беру маркеры вы делаете то же самое и вот на эти вот крайние петельки устанавливаю марки то есть пусть они у нас вот так вот висят здесь и когда придет время сшивать боковые швы либо делать работать с рукавами да мы будем знать что вот в этом месте у нас будет начало проймы все и с этой стороны точно так же вешаю маркер вот теперь можно продолжать дальше то есть я свои сколько у меня тут 73 ряда провязала представляете потом если вдруг уйти отсюда и потом начинать высчитывать где этот ряд 73 ряда до с ума сойдешь то есть нам с помощью счетчик рядов и маркеры для того чтобы не тратить много времени вяжем дальше дальше я продолжаю вязать спинку до того момента пока у нас ну тут в зависимости от того что каждый из вас выберет либо не встретится глубина горловины либо начнется скос плеча то есть сейчас пока вижу по прямой на этом наш урок подошел к концу сейчас вы можете заглянуть в калькуляторы либо в свои расчеты посмотреть сколько вам необходимо связать рядов до проймы и сколько рядов связать высоту проймы останавливаемся в тот момент когда нам нужно будет делать скос плеча либо вырез горловины по спинке об этом мы уже поговорим с вами в следующем уроке все уроки для вашего удобства я собрала в telegram канале ссылочку оставлю под этим видео переходите вступайте и когда вы в очередной раз захотите связать себе новый кардиган вы откроете этот канал и все уроки будут ждать вас там с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока